Друзья, доброго всем дня! Доброго вам всем здоровья! Друзья, я сразу заявляю от всего сердца, от всей души и готова ответить за свои слова и пройти любую проверку на детекторе лжи. Я утверждаю, что животные пострадали от корма, как бы сейчас поставщики не выкручивались, что бы они не придумывали. Я еще раз говорю, мое слово против поставщиков хэппи-ланч. Наш город, у нас две тысячи животных. Мы внесли предоплату за 10 тонн корма. Из двух тысяч животных пострадало всего 200. 16 погибли. Сегодня ночью умер 17-й. Вскрытие показало обширная интоксикация всего организма. Отказали почки, легкие, отек, кровяные сгустки. Это отравление. Яд или химикаты не установлен. Пока не установлен. Еще раз хотела бы заострить внимание. 10 тонн корма. Две тысячи собак. Пострадали всего 200. Остальные живы и бегают в приюте. Я не утверждаю, что отрава была по всему корму. Это была часть корма. Именно поэтому пострадали только 200 животных. Но с промежутком в два дня пострадало еще три приюта. Что использует этого же поставщика? Это лесной пирог. Это у нас Лунтик, Фин, Милка все пытается встать, Чайка, Бруночка спит. Это Гафландия. Все произошло с 24 сентября по 1 октября. Я кормила собак вот этим кормом. Я покупала его в магазине Светофор. Моих собак спасло от смерти только то, что я давала им буквально по маленькой горсточке. Что было с собаками? На второй день, вот вечером я покормила, на второй день некоторые собаки стали поносить зеленым поносом. На третий день все поносили уже зеленым поносом. И у светлых собак началась рвота. Я подумала, что это просто низкокачественный корм. И так они отреагировали, потому что такой гадостью я никогда собак не кормила. Пять собак у меня резко похудели. Зеленый понос сменился зеленой слизью. И они лежали. И тут я в чате увидела, что, в чате приютов увидела, что этим кормом травились собаки в лохматой душе и еще в лесном. Корм я покупала, повторяюсь, в магазинах Светофор. Один, я в Тульской области нахожусь, один в Суворове, магазин Светофор, а другой в Туле, магазин Светофор. Это наш дом. Челябинск, Одинцова, Калуга и Чехов. Четыре приюта пострадали от корма одного и того же производителя. Повторяю, слово зоозащиты против слова изготовителя этого корма. Это подло с их стороны сейчас перекладывать вину на нас. Подло. Они прекрасно знают свою вину, но они защищаются. Я понимаю, им грозит закрытие. Повторяю, со всей ответственностью. Наши животные ели только корм Happy Lunch. Вечером накормили, утром собаки упали. Кроме того, друзья, активировались докхантеры, активировались недоброжелатели, которые сейчас по всему интернету разносят грязь о лохматой душе. Да, я уверена, и о других также. В частности, это Ярастов Боев Сергей, против которого мы провели юридическое расследование и выиграли суд. Ярастову Боеву присудили 80 тысяч выплатить штраф о защите чести и достоинства. Но он не успокоился. Он продолжает лить грязь и мстит. А люди, кто не в курсе, кто не знает, верят. Поднимают грязь 10-15 летней давности. Собирают всё лишнее слово, кто где сказал. Подтягивают к себе волонтёров, кто работал с нами, и по каким-то причинам мы расстались. Мы не идеальны, друзья. Но свою работу мы доказываем видео и фото сюжетами. Вся наша жизнь перед вами. Я не могу бить себя в грудь и говорить «я хорошая». Я повторяю, я люблю собак. Я их люблю. И когда я вот эту грязь смотрю, меня волнует только один вопрос. Что движет этими людьми, что изрыгают вот эту вонь по всему приюту, по всем соцсетям? Чего добиваются эти люди, поливая грязью, тяжелейшую работу? Почему этого никто не понимает? Здесь собрались добровольцы, те, кто не может спокойно пройти мимо погибающих зверей. Я прошу прощения, друзья. Я прошу у вас прощения. И прошу вас поддержать нас. В любое время вы можете приехать к нам в гости. В любое время вы можете посмотреть на наших животных. Вы можете сами пройтись по приюту и поискать горы трупов, как пишут эти недоумки. Пожалуйста, друзья, я приглашаю всех. Приезжайте к нам. Мы очень рады всегда новым друзьям и благодарим тех, кто с нами все эти годы. Люблю вас. И благодарю за то, что вы помогаете спасать этот мир. Спасибо вам. Так, давайте осторожненько. Это те, которые у нас самые тяжелые. Так, аккуратно. Так, пропускай. Ложите на травку. Так. Сразу сюда опилки и сено еще. Сейчас. Осторожно, лапы. Заноси. Осторожно, лапки. Ложи подальше на сено. Ребята, пытаемся перевезти в теплое помещение тех, кто еще слабый. Те, которые ходят получше, тех рассадили уже в вольер. А здесь у нас по-прежнему около 60 самых слабых. Так, ребята, мы начали, подготовили вольер, бытовку новую. Сюда переносим с выгула всех собак, чтобы они находились у нас в тепле. Здесь все намыли. Все, отлично. Сено наложили. Отлично, ребята. Будет выползать под навесом. Здесь будет хорошо. Некоторые ходят уже, дай бог. Все мои хорошие. Так, воду пьем. Да, воду пьем. Очень хорошо. Сейчас, ребята, всех остальных. Ну что ты, мои золотые, что ты? Маминые. Ребята, нам нужны тазики. Нам не хватает тазиков. Ребята, набрали 60 доз атропины. Сейчас будем колоть всех ребят, всех собак, атропином. Вот сюда перенесли. Видите? Насыпали сено много. Перенесли всех с выгула, чтобы все у нас были под крышей. Сейчас аккуратненько пройдемся и всех-всех переколем. Там места много. Просто они вышли на улицу. Все будет хорошо, дети. Так, слава богу, здесь мы разместили. Место, где мы разместили в бытовке. Собак, кому нужна помощь. Насыпались сено везде. И на улице, и в будках. Кто-то уже начинает кушать. Очень хорошо. Что у меня и хорошее. Сейчас уколы будем делать. Привет. Так, вода, корм. Хорошо. Хорошо, ребята. Да, маленькие мои. Привет. Красавица. Ты моя красавица. Фонарик включается. Все, хорошо. Видишь? Начинаем колоть, ребята. Есть. Тихо. Возьми за шаворот. Подожди, что это? Вы кусаете? А ты его тихонечко. Тихо, мой хороший. Держишь? Да. Тихо, 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 тихо. Так, у нее ну афиа. Рекопласт есть, нет. Слышишь? Хорошо, муж? Не бойся. Как? Твоя двадцать. Дай другой. Хорошо? Все, детка, все. Все, мой хороший. Так. Вот эту малышку занять. Ну что, ребята, закончили делать уколы и всех ребят перенесли вовнутрь туда. Эти уже выползли назад. Все, эти выползли назад, но они ползают. Да, а ты у меня даже бегаешь. Ты у меня красивый ребенок. Так, кто-то кушает, ребята. Вода есть, поближе поставили. И там тоже, и вода, и корм, там тоже внутри есть. Так что все хорошо. Да, маленькие мои? Здесь тоже все в порядке. Так, ребята, мне нужна еще вода! Все будет хорошо. Сейчас водички еще нальем. А, рядом тазик есть с водой. Есть тазик с водой. Ну, на всякий случай поставим еще. У этих тоже есть и вода, и корм. Да, ребята? И каша. Так. Все, мой хороший. Ну что, ребята, в некоторых вольерах нет воды. Ходим, наливаем воду. Я проверила уже дальние вольеры все. Налили воды. Сейчас проверяю остальные. Осталось еще где-то 5 рядов. Так, воды нет. Сейчас нальем. Так, вот эти два вольера, вода нету. Наливай воду сюда мне. Этот, этот. Этот. Так, давай дальше. Там. Так, пошли дальше. Вот здесь давай, слышишь? Там и налила. Налей еще, налей еще. Так. 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 Продолжение следует... Мамина, солнышко мое, мои красивые дети, слава Богу, Господи, слава Богу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...